Каждый год приносит все более ужасающую статистику по количеству дорожно-транспортных происшествий. Особенно опасной ситуацией становится в темное время суток. Количество аварий, происходивших вечером и ночью, в три раза выше, чем в дневное время. Данный участок дороги в нашем городе является самым опасным, потому что здесь возникает конфликт интересов водителя и пешехода. В соответствии с правилами дорожного движения водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим в проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В тот же момент пешеходы обязаны убедиться в безопасности перехода, оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость, и только убедившись в безопасности, делать шаг на проезжую часть. Чтобы дорога была безопасной, необходимо выделить ребенка на проезжей части, сделать его заметным для водителей транспортных средств, одевайте детей в яркую контрастную одежду с использованием светоозвращающих элементов. Световозвращатель на одежде на сегодняшний день – реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и в виде узкого пучка отражается обратно к водителю. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличивается во много раз. Например, если автомобиль движется с ближним светом фар, то обычного пешехода водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров. Впереди вас ждут зимние каникулы. Это время засветиться на дороге. Посмотрите на эту картинку. Это вид детей на проезжей части. Но как вы думаете, находясь в качестве водителя, сколько детей видит водитель? Четыре. Первый, второй, третий и четвертый. А на самом деле здесь шесть детей. Вот эти два ребенка без световозвращающих элементов оказываются в зоне риска. Обратите внимание, где должны располагаться световозвращающие элементы. Их рекомендуется крепить с двух сторон, чтобы они были видны водителям в обоих потоках движения. Все наши страхи от чего? От того, что мы не знаем, что может с нами случиться. От безызвестности, да? Но если вы знаете, сколько вам нужно времени на то, чтобы перейти в Зегру, и сколько времени нужно транспортному средству остановиться, вы можете оценить вот это расстояние, о котором Нонна Анатольевна говорила, и благополучно всегда переходить в пешеходный переход без риска травмироваться, скажем так. Туда. Вот, смотрите. Чтобы остановиться перед пешеходным переходом в заданное расстояние, в заданное время, транспортному средству необходимо учесть несколько вещей. Например, сразу транспортное средство, вот в одну секунду, оно не может остановиться. Вы согласны? А как вы думаете, сколько ему нужно времени, чтобы остановиться перед зеброй, чтобы пропустить вас на дороге? Пять секунд, одна секунда, три секунды, пять. Ну, пять многовато, в общем, выходит три. Примерно. Это прям примерно, да? Вот, ну, легкое торможение. Ну, давайте вот подробно разберем. Вот это расстояние с момента обнаружения пешехода до полной остановки перед зеброй, вот эта вот штука, да? Это называется остановочный путь. Это то, сколько времени нужно водителю с момента обнаружения препятствия до полной остановки. Он делится на несколько частей. В Магнитогорске реализуется инновационный проект по безопасности дорожного движения «Квест безопасности». Проект разработан в рамках второго конкурса президентских грантов Российской Федерации и рассчитан на детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет. Проект включает в себя проведение мастер-классов по формированию у школьников знаний и навыков безопасного управления альтернативными электрическими средствами передвижения и использование световозвращающих элементов в течение всего учебного года. На город плавно опускался темный вечер, и по дороге к дому отправились все дети. По улице Советской бежал в припрыжку Петя. Не видно было Петю в вечернем тусклом свете. На переход беспечно шагнул с дороги Ваня. При этом телефон он не мог найти в кармане. А Катя с Леной весело о чем-то щебетали. Дорогу очень быстро они перебегали. Тут в темноте раздался весь тормозок тревожный, а избежать аварии совсем было несложно. Это правило номер один. Хорошо известно, что на 90% действия водителей зависит от получаемой им визуальной информации, что ночью человеческий глаз воспринимает лишь 5% от того, что он в состоянии различить днем. А количество аварий, происходящих в темное время суток, в три раза выше, чем в дневное время. По этому ситуацию можно улучшить, если сделать пешеходов заметными на дороге круглые сутки. А для этого светоотражатель нужен нам. Нас будет видно тут, нас будет видно там. В темное время суток, ночью или в сумерки на дороге появляются пешеходы в темной одежде. Для водителя увидеть такого пешехода очень и очень непросто. Вы думаете так просто? Нет, вы ошиблись, подростки, что перейдете без проблем в темный перекресток. Вы думаете, я быстро перебегу, но из-за угла машина рубит все на корню. Не успеет водитель увидеть тебя, вы идете во всем темном. А зря! Мы точно знаем, если бы Ваня, Катя, Петя ходили бы по улицам в таких цветных жилетах, то целы, невредимы бы остались эти дети. Водитель бы заметил их при вечернем свете. Но понимают взрослые, что ни за что на свете не будут круглый год ходить в жилетах наши дети. Поэтому придумали мы аксессуары эти. Ведь мы за Ваней, Петей, Катей всегда будем в ответе. Если есть у тебя возвращатель света, ты выглядишь модно, где бы ты ни был. Значки и наклейки, подвески, браслеты спасут тебе жизнь в любой части света. Надеюсь, мы помогли вам усвоить. Беспечность дорого порой всем людям может стоить. Что пешехода в темноте заметили водителя. Световозвращатель! Убите детям родители! В ходе занятий школьники знакомились с такими понятиями, как тормозной и остановочный путь автомобиля, зона видимости пешехода на дороге, виды световозвращающих элементов, изучили факторы, влияющие на время реакции водителя. В рамках реализации президентского гранта лицеистам вручили световозвращающие значки, которые прикрепили к школьным портфелям. Использование световозвращателя, по мнению экспертов, по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на дороге в 6,5 раз. Берегите своих детей. Даже если вы научили их правильно ориентироваться на дорогах и улицах города, обезопасьте их, сделайте заметными на проезжей части.